Селдон жил, жив и будет жить. Селдон. Там еще один? Где? Случайно или нет, но как только гильдия сценаристов заявила, что пришла к соглашению с альянсом продюсеров кино и телевидения, стало известно, что сценарий третьего сезона «Основание» от стримингового сервиса «Эппл» уже написан. Эту новость подтвердил Дэвид Гойер, один из группы безжалостных сценаристов-переделывальщиков «Основание». Не следует забывать, что «Основание» не могло быть фильмом или сериалом не из-за масштабности событий, а из-за характера повествования, которое изначально не было романом. А было серией коротких рассказов. Позже объединенных в роман. Его, как и многие произведения Азимова, экранизировать нелегко, и книга стала всего лишь основанием для новой истории, которую создает «Эппл». Поэтому даже частичной адаптации не следует ждать от слова «вообще». Но вместе с тем трудно не сравнивать научно-фантастический телевизионный сериал «Основание» и цикл из семи научно-фантастических романов Айзека Азимова «Основание» или «Академия». С момента выхода произведения считалось неподлежащим экранизацией. Но попытки, конечно же, были. В 1973 году BBC выпустила радиоспектакль из восьми эпизодов трилогии «Основание». Основанный на трех первых книгах «Основание», «Основание империя» и «Второе основание». Конечно, не фильм, но все-таки попытка. В 1998 году затея экранизации обошлась в Нью Лайн Синема в сумму, близкую к полутора миллионам долларов. Но закончилась тем, что была снята трилогия «Властелин колец». В 2014 году HBO самонадеянно замахнулся на экранизацию всего цикла и даже назначил сценариста и продюсера в лице Джонатана Нолана. Однако в дальнейшем Нолану было некогда. Он работал над сериалом «Мир Дикого Запада». В 2017 году студия Skydance Television правообладатель все-таки затеялась заснять сериал, но в итоге Apple в 2018 году запустила в производство собственный сериал на восемь сезонов. Каким будет третий сезон? Ну уж точно вдруг не станет достоверной экранизацией литературного оригинала после двух сезонов «Туманного по мотивам». В основании от Apple создаются новые персонажи, многие опускаются, а те немногие, которые используются, не просто меняются, а в угоду новому веянию переделываются, перерождаются до неузнаваемости, вплоть до смены пола, как Гаал Дорник, Гааль Дорник или Демерзель, Эду Демерзель. И ориентации, как генерал империи Бел Рилас. В первом сезоне это было реализовано с осторожностью, а уж во втором с задором, присущим нынешней сдвинутой повесточке. Однако следует отметить, что в основании от Apple есть хорошие находки. Троецарствие императора Клеона, воплотившее отражение религиозного учения о трех лицах единого бога или трагедия всесильной Демерзель, которая любит первого Клеона, но не знает, это ее чувства или чувства, запрограммированные им. Она обречена быть вечным и настоящим хранителем его империи, вечной матерью-императрицей, которая стоит у трона в тени своих сыновей. Жизнь, смерть и воскрешение Гарри Селдона, который живее всех живых и продолжает быть вождем галактической революции. Эти и не только эти несоответствия Азимову, несомненно, являются украшением нового основания, которое следует смотреть, раз уж и решился, отринув и забыв, что читал. Как относиться к изменению пола персонажа или его ориентации, эпизодам истории, которые отличаются от первоисточника. Многое можно принять, что-то с критикой, что-то как данность, без которой нельзя, а что-то расценивать как нечестную игру, необязательную пропаганду, о которой следует говорить. Но в любом случае надо признать, что сериал является современным прочтением Азимова. Несомненно, он выделяется своей грандиозностью и визуализацией, которая радует глаз, чем уже притягивает к экрану. Как ни странно, но помимо прочего, второй сезон показывает, что развитие галактической империи тормозится искусственно в интересах династии и ближнего круга. В этом легко увидеть параллель с настоящим временем. Общий технологический застой идет на дело сохранения устоявшегося миропорядка и власти, но разрушительно влияет на империю. Прогресс разрушителен для империи. Не зря же основание с их религиозным учением, которое они несут, откатившимся назад или остановившимся в развитии мирам, становится врагом империи. Просвещение в их лице обретает разрушительную силу и для дальнейшего существования династии его источник необходимо уничтожить, чем, собственно, брат День Клеон XVII и занимается. Сериал следует основной хронологии первой книги «Основание» или «Академия» и включает дополнения из более поздних книг, две из которых являются приквелами, поэтому кажется, что он практически не имеет ничего общего с книгами. Надо понимать, что «Основание» от Apple никогда не сможет в точности соответствовать личным впечатлениям от книг, потому что это солидная научно-фантастическая сага. Не сможет стать идеальной адаптацией, но уже стало грандиозным научно-фантастическим шоу, и поклонники жанра ожидают, будет ли третий сезон «Основание». Ожидается, что выход третьего сезона состоится в сентябре 2024 года, но продолжительная забастовка гильдии киноактеров США ставит эти сроки под сомнение. Уже сейчас можно сказать, что в третьем сезоне мы точно увидим сильного телепата Мула, далекую угрозу не только «Основания», но и «Империи», который создает свою «Империю», разрушая «Империю Клеона». С учетом того, что брат-день Клеон-17 практически уничтожил «Основание», «Имперский флот разбит», «Космониты восстали», нас ждет противостояние не только второго «Основания» или «Волшебников-телепатов» с Муллом, но и его противостояние с «Галактической Империей». А с учетом того, что брат-день Клеон-17 вылетел в открытый космос, а брат-рассвет пустился в бега, а брат-закат Клеон-16 умирает в темнице, то противостоять ему будет троица не из добряков-самодержцев. Ко всему возможно восстание, которое возглавит брат-рассвет Клеон-17. Примечание. Следует отметить величественные настенные мозаики во дворце императора на Транторе. По цветовой гамме близкие к византийской и античной мозаике, показывающей величие человека над вселенной и силами природы. Они также похожи на уличные мозаики из СССР, показывающие мир людей, воплощающих мечту. Запутанная история. Как это верно, Ватс?